МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 30 лет прошло, а проблемы все те же. Жители микрорайона Шахтерский требуют у городских властей отремонтировать единственную дорогу. Солдат из Карагандинской области скончался во время несения службы на пограничной заставе Устюрк. Бакопекову Морзобекову было всего лишь 21 год. Семилетняя карагандинка нуждается в помощи. Нордана Ахметова страдает от синовиальной саркомы. Девочка перенесла две операции, однако лечение не приносит результатов. Единственной надеждой является дорогостоящее лечение в Южной Корее. Обо всем более подробно. Жители микрорайона Шахтерский требуют у городских властей отремонтировать единственную дорогу. Стоит отметить, что уже несколько десятилетий этот район считается проблемным из-за отсутствия уличного освещения, нормальной дороги и плохо работающей канализации. Ну вот у нас в поселке с момента, наверное, его начала строительства ни разу не ремонтировались и не ремонтируются дороги. Мы несколько раз обращались, года четыре, регулярно в Акимат, чтобы нам хотя бы прогридировали дорогу, чтобы можно было хорошо ездить. Это еще сейчас у нас, ну скажем так, не грязь, не большие дожди. Местные жители рассказывают о главной проблеме микрорайона Шахтерский – отсутствии нормальной дороги. Необходимо отметить, что этот район областного центра является одним из самых проблемных. Жители не раз обращали внимание властей на нехватку воды, плохо работающую канализацию, проблемы с отоплением. На фоне капитальных преображений жилых районов Караганды местные жители недоумевают, почему их обделили вниманием. Никто на нас не обращает внимания. Наши неоднократные обращения в районный Акимат, в городской, в областной Акимат остались без внимания. И мы, как 30 лет тому назад страдали от отсутствия дорог, до сих пор вот мы страдаем. С каждым годом увеличиваются жители поселка, строятся дома. Но из-за отсутствия дороги наш район очень такой неприглядный. Горожане отмечают, что отсутствие нормальной дороги ведет за собой целый ворох проблем. Это и перебои с вывозом мусора, и сложности с вызовом экстренных служб. Детей в вечернее время вообще невозможно, не встречать ничего. Вот ночью идешь, ни освещения, ничего нету. Получается, как будто одна нога короче другой. Все в ямах, все в колдобинах. А в весенний период у нас вообще это все в воде, вот как вы видите. Получается, автобус у нас ходит плохо. Получается, раз в один час ходит всего автобус. Школа у нас далеко. В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды заявили, что имеются планы продлить автобусный маршрут в микрорайоне Шахтерский до новых жилых домов, построенных по государственной программе. А для этого необходимо будет проложить новый асфальт. Чиновники заявляют, что все это будет сделано уже в нынешнем году. В летний, ну, возможно, в сентябрьский еще период, вот в осеннем, немного мы зацепим. Но, тем не менее, в этом году мы эти работы проведем. А освещение вы не заняли? Освещение мы подрядную организацию уже оповестили, что необходимо провести ряд мероприятий на данном микрорайоне. То есть по этой же улице установлены столбы освещения, будет проведена работа по восстановлению. И все же за 30 лет у местных жителей выработалась стойкая привычка не верить обещаниям властей. А кому плюнуть в лицо тогда? На кого плюнуть? Потому что каждый год брешут, грустно. По 40 лет люди живут, ничего не меняется, но обещают. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Солдат из Карагандинской области, 21-летний Бахатбек Мрдзамбеков, скончался во время несения службы на пограничной заставе у стюрк. Родственников убеждают, что молодой человек умер собственной смертью. Однако они в это не верят. 21-летний Бахатбек Мрдзамбеков мечтал стать пожарным. После окончания Карагандинского политехнического колледжа по специальности пожарная безопасность, он поступил на службу в армию. Прошло всего три месяца. И вот семья получает цинковый гроб с телом Бахатбека. Отправил родного брата служить родину. И получаю оттуда цинковую гробу и его тело. Он был здоровым, никогда не жаловался на здоровье. Вот 21 лет исполнилось, а 4 июня он 97-го года. И никогда не жаловался на здоровье. В медицинском свидетельстве о смерти написано, что военнослужащий умер от острой ишемической болезни сердца. Однако родные в это не верят. Арман заявляет, что Бахатбек никогда не жаловался на здоровье. Родственники заявляют, что имеют основания полагать, что Бахатбеку помогли уйти из жизни. Когда был медицинский осмотр, когда 15-го вскрытие, 16-го было, мы обнаружили тело ссадины, синяки в ногах. Я думаю, они хотели укрыть эти факты и держали солдата до последнего, что побоялись, что военная полиция заинтересуется его синяками. И держали его до последнего. Хотя могли бы спасти 11-го или 12-го. Могли бы госпитализировать в госпиталь или оказать медицинскую помощь. Тело Бахатбека было доставлено в аэропорт Караганды самолетом. Военнослужащего похоронили на его малой родине, в селе Ердей Каркаролинского района. Родные намерены узнать истину произошедшего. Ну, хочу, чтобы это дело вели честно, прозрачно. И были наказаны люди виновные за халатность, за неуставные отношения. По всем статьям суровым, чтобы дальше вот такие случаи не повторялись. Мы будем следить за ходом развития событий. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. По преступлениям небольшой и средней тяжести, не связанных с причинением смерти человеку, вводятся общественные работы. А по 12 тяжким преступлениям ввели ограничения свободы. О программе по гуманизации уголовного законодательства Казахстана рассказал заместитель генерального прокурора Марат Ахмеджанов в ходе брифинга в столичной службе центральных коммуникаций. В качестве альтернативного наказания ввели ограничения свободы по 12 тяжким преступлениям. Это военные, экономические, должностные и имущественные преступления. Заместитель генерального прокурора Марат Ахмеджанов заявил об этом в ходе брифинга в Астане. О необходимости гуманизации по этим видам преступления он рассказал на примере. Например, только в этом году, я вам хочу свежий пример привести, мы осудили, вы знаете, в страницах массовой информации очень много было разговоров, двух военных летчиков по 4 года лишения свободы. Почему мы их осудили? Потому что там не было альтернативы. Статья предусматривала от 3 до 7 лет лишения свободы. Но мы понимаем, что летчики не представляют угрозу обществу. Это неосторожное преступление. Повлекшее здесь нарушение правил полетов. Поэтому здесь мы ввели альтернативу как ограничение. Кроме того, по 247 преступлениям небольшой и средней тяжести, не связанных с причинением смерти человеку, в качестве альтернативного наказания впервые вводятся общественные работы, что позволит использовать труд осужденных во благо общества. Мы рассчитываем, что суды будут назначать их больше. Теперь осуждены будут приносить пользу обществу, благоустраивать и чистить города и селы. Целым прогнозируем, что ежегодно к общественным работам будет привлекаться порядка более тысячи человек. Снижаем минимальный размер штрафа за преступления. С 500 до 200 МРП. Срок погашения штрафа увеличиваем с 6 месяцев до 3 лет. Это мы делаем, потому что этот институт наказания как штрафы у нас полностью не заработал. Всего под данную поправку попадают 2500 осужденных к лишению свободы, преимущественно за растрату вверенного имущества и мошенничества. Им сократят сроки наказания. Между тем, заместитель генерального прокурора отметил, что не снижается наказание педофилам, убийцам, насильникам и должностным лицам, осужденным за пытки, экстремистам, террористам и членам организованных форм преступности. Всего гуманизация коснется порядка 5000 заключенных. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. При разработке нового проекта орфографических правил возникает много проблем. В Караганде проведена апробация пилотного проекта новых орфографических правил казахского языка на основе латиницы. Организаторами мероприятия являются Национальный научно-практический центр Тель-Казна имени Шайсултана Шайхметова. Определение эффективных методов решения возникающих проблем, связанных с новым проектом, является главной целью данного мероприятия. В связи с этим организаторы провели опрос среди представителей казахскоязычного населения. Они затронули важные вопросы, касающиеся определения орфограмм. Носители языка предпочитают это использовать в процессе написания исконных, заимствованных и иноязычных слов. Также механизмов усвоения новых слов посредством графики. В мероприятии также приняли участие служащие государственных учреждений и ученые-филологи. Всего собралось около 300 человек из разных слоев населения. По алфавиту это было видно, что у нас мы собрали аж 20 тысяч откликов на новый алфавит. Теперь по правописанию мы тоже ждем открытых наших граждан откликов. Это нам помогает, от чего избегать, что нам дополнит, что-то менять. И только после этого мы даем на суд ученых, которые будут учитывать мнение всего нашего населения. Сборник задач состоит из шести листов. Сначала нужно заполнить анкету. Первая часть сборника предлагает специалисту выбрать наиболее удобную и правильную версию казахских слов на латинском алфавите. Кроме того, они могут написать разные слова как на латинице, так и на кириллице. Последняя страница предназначена для комментариев и предложений. Зульфия Азаракбаевна, преподаватель казахского языка и литературы, отметила несколько неудобных слов и предложила другие варианты. Я внимательно ознакомилась со сборником. Среди них есть как и выгодных вариантов для нас, так и наоборот. Мне кажется, стоит еще раз обсудить эти вопросы в еще более удобной обстановке. Несмотря на то, что я сама учитель, мы тоже нуждаемся в обучении нового алфавита. Пока что это дается трудно, но мы должны двигаться вперед. По словам организаторов, с 2019 года намечается пилотный проект в некоторых казахских школах. В нулевых классах начнут обучать новому алфавиту. А вот в 2020 году проект будет включен в школьную программу с первого класса. Они уверяют, этот пилотный проект покажет, насколько новый алфавит и новая орфография применимы на практике. К другим новостям. Издания из разных стран опубликовали репортажи о фестивале этнической музыки «Жельский Ек», прошедшем в Улутау Карагандинской области. Все авторы этих публикаций отметили, что фестиваль был организован на очень высоком уровне. Степной пейзаж, окруженный горами, был свидетелем исторических событий, заложивших основы культуры Казахстана. Здесь находятся археологические следы, которые свидетельствуют о присутствии человека на этой территории в эпоху неолита. Такими словами описывает Улутау автор статьи мексиканской газеты «Эль Универсаль». Также мексиканские журналисты оценили высокий уровень организации мероприятия. Их особенно впечатлила профессионально оборудованная сцена и этно-аул, специально сооруженный для фестиваля. В Казахстане очень нам здесь нравится. Во-первых, очень гостеприимный народ. И именно на этом фестивале такая дружеская атмосфера. И с разных регионов, с разных точек мира приехало столько много интересных людей, столько много инструментов разных. Конечно же, каждая поездка – это какой-то определенный опыт. И я думаю, что мы здесь тоже возьмем свою частичку и увезем к себе на Алтай. Австрийский авторитетно-специализированный журнал «Нью Меркер» также опубликовал репортаж о фестивале Улутау. В центре внимания корреспондентов было выступление австрийской оперной певицы Анны Рианд. Автор публикации упоминает о том, что музыкальный вечер классической музыки был интернациональным и объединил солистов из 17 стран. Фестиваль этнической музыки «Жизкейк» прошел в местности Болоцай в Улутау 13 и 14 июля. На сцене с классическими и народными композициями выступили ансамбли из 11 стран, таких как Япония, Шотландия, США, Перу, Россия и другие. Гостями мероприятия стали более 6 тысяч человек. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Семилетняя карагандинка нуждается в помощи. Нурдана Ахметова страдает от синавиальной саркомы. Девочка перенесла две операции, однако лечение, назначенное отечественными врачами, не приносит результатов. Единственной надеждой семьи является дорогостоящая операция в Южной Корее. Диагноз синавиальная саркома звучит для семьи Нурданы как страшный приговор. Это довольно редкая форма рака, которая встречается у двух-трех человек из миллиона. Чаще всего опухоль локализуется в суставах ног. Именно ноги беспокоят семилетнюю Нурдану с самого детства. Девочка перенесла уже две операции, которые проводились столичными врачами, однако это не дало никакого результата. Тогда в эфире нашего телеканала семейство обратилось к неравнодушным карагандинцам с просьбой помочь собрать деньги на дорогостоящую операцию в Южной Корее. Благодаря сбору средств и продаже квартиры Нурдана смогла полететь в страну утренней свежести, где и сделали еще две операции. На этом лечение не закончилось. Нурдана нуждается еще в одном хирургическом вмешательстве. Нам дали время месяц-месяц-полтора. И мы должны за это время сейчас поехать. Уже месяц прошел наш, еще осталось полмесяца. Поэтому нам надо срочно сейчас собрать эту сумму и долечить ребенка. Я прошу всех казахстанцев, чтобы помочь в лечении моего ребенка, спасти, как говорится, жизнь. С подобной просьбой мама Нурданы Диана Тойшубекова обращается к простому народу, потому что государство не выделяет квоту ее дочери на лечение за рубежом. Причина в том, что казахстанские врачи все еще не опускают руки. Они намерены и дальше лечить девочку своими методами. Вот только родители маленькой карагандинки в их силы не верят. Ведь после двух операций состояние Нурданы не улучшилось. К тому же на протяжении всего этого времени они не могли поставить точный диагноз. Массаж, физиолечение и акупунктура – это все, что советовали отечественные специалисты. Между тем, родители собираются сделать все возможное, чтобы их ребенок встал на ноги и смог осуществить свои самые сокровенные желания. Хочу бегать и танцевать. Мечтаю стать художницей и писать красивые картины. Я хочу быть как все. По предварительным подсчетам, еще одна операция в Южной Корее обойдется семье в 30 тысяч долларов. Разумеется, собрать столь крупную сумму в короткий срок родители девочки не смогут. А потому обращаются за помощью к карагандинцам, которые желают подарить Нурдане шанс на счастливое детство. Без слез и боли. Родители Нурданы верят, что рак – не приговор, если бороться с ним вместе. Торжа Анлянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Караганда встречает гостей. Посмотреть на сакральные места Сарарки из Оксюбинской области приехали более 60 детей. Школьникам на железнодорожном вокзале устроили теплый прием. Так встретили гостей карагандинцы. Из Оксюбинской области в шахтерскую столицу прибыли 64 ребенка. Это учащиеся среднего звена. Теперь им предстоит посетить сакральные места Сарарки. Детям возможность провести летние каникулы с пользой была предоставлена властями Октобе. Там по инициативе главы региона Бердебека Сапарбаева стартовал проект «Бахат-Табала». В течение всего года в рамках реализации данного проекта планируется создавать условия для полноценного развития подрастающего поколения. Одно из важных мероприятий – это увлекательная экскурсия. Как видите, наши дети в восторге. Многие из них в первый раз в нашем прекрасном городе. Ну и, конечно, было бы хотелось поблагодарить от всей души Акимата Оксюбинской области за такое мероприятие организовано. Это мероприятие было организовано, как вы знаете, у нас в этом году в Оксюбинской области. Идет год счастливого ребенка. Поэтому я думаю, что нам удалось сделать совместно наших детей счастливыми. Сами дети, несмотря на долгую дорогу, пребывали в хорошем расположении духа. Им понравился теплый прием, который устроили карагандинцы. Нас встретили очень хорошо, даже круто. Такие необычные ощущения. Восхищение. Примечательно, что подобные экскурсии для школьников организовывают нередко. Они рассказали, что уже побывали в Алматы и Астане. Столицу счастливые дети посетили этим летом. А позже, по приглашению местных властей, решили заехать и в Караганду. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболонстар. Субтитры подогнал «Симон»!